Здравствуйте! Так бы и не выходил из вебинарной комнаты и жил бы так от вебинара к вебинару, я, коллеги, представляю проект, который называется «Аналитик чтения». Это программный комплекс. И вот целая серия вебинаров у нас на этот учебный год подготовлена. Вот вы видите, прямо с сегодняшнего дня начиная, сегодня первый вебинар, и затем мы с вами отдельно поговорим о сетевых событиях, которые могут быть использованы с программным комплексом «Аналитик чтения», как вписать этот программный комплекс в развитие читательской грамотности, в неурочной деятельности. И формы, и содержание обсудим. Мы посмотрим, как можно представить опыт использования «Аналитика чтения» для того, чтобы представить этот опыт и для педагогов, и для библиотекарей, то есть для ваших коллег. Вот примерная тема, вернее, это не примерная, это просто тема наших встреч. Добро пожаловать! Я надеюсь, что вас заинтересует в первую очередь, конечно, программный комплекс, а наши вебинары будут в помощь для вашей работы. Но, опять же, поскольку Директ-Академия, она прямо как Академия существует, мы сформировали из этого, из этих восьми вебинаров программу повышения квалификации. И 17 мая, вот с сегодняшнего дня мы начинаем, и 17 мая наша последняя будет встреча в рамках этих курсов. То есть вот эти восемь вебинаров, это и есть содержание этих курсов. Если вас интересует именно в целом вот эта работа от начала до конца, записывайтесь на курсы. Вот прямо по этой ссылочке вы видите ее в форме QR-кода. Это запись в телеграм-канал этой группы. Практически мы ваше присоединение к телеграм-каналу этой группы мы будем считать вашей заявкой на эти курсы. Вот эту группу мы будем формировать до 17 ноября. Вот спасибо, Татьяна, еще раз эту ссылочку, кому неудобно с QR-кодом работать, бросила сейчас в чат. И ждем вас на этих курсах. Действительно, что здесь привлекательно, и мне приятно вам это сказать, что обучение будет идти за счет самой вот организации, которая выдает, которая является образовательной организацией, это Директ Медиа. Поэтому это редкий такой случай. И кроме того, слушатели курсов получат возможность пользоваться вот в течение этого учебного года. Это будет льготный период для использования аналитика чтения. Так что добро пожаловать на эти курсы. А мы сегодня начнем с краткой знакомства, что же это такое за аналитик чтения, программный комплекс, и как можно с его помощью тестировать читательскую грамотность учащихся. Поехали! Я жду ваши комментарии здесь, в чате. Татьяна, если я какие-то вопросы упущу, мне поможет. Итак, читательская грамотность. Ну, не случайно, наверное, мы сегодня обратились к этому, к этой проблематике, которая зафиксирована как просто цель нашей системы образования в наших федеральных образовательных стандартах и начального, и общего образования. Действительно, у нас есть некоторые нерешенные задачи, которыми мы сейчас озабочены. Мы, в общем-то, даже научились учить детей вдумчивому, понимающему чтению в начальной школе, но при переходе в основную школу мы теряем эти навыки, и у нас слабые остаются слабыми, а сильные перестают быть сильными. Кроме того, есть очень сильная дифференциация. Вот целых 26% наших детей просто не справляются с пониманием текстов, которые они читают. А это, конечно, влияет и на общее освоение стандартов или содержание образования. Дети тратят больше времени на домашнюю работу, они не понимают смысл прочитанного, не могут пересказать, не могут издать информацию. И, конечно, это влияет на общее существование этого ребенка в школе. Поэтому владеть техникой смыслового чтения в слов, владеть техникой смыслового чтения про себя – вот это то, что зафиксировано в стандартах. И, в общем-то, сейчас вам и о читательской грамотности, это то, о чем вы постоянно говорите на своих семинарах, педсоветах, совещаниях. Эта тема сейчас обсуждается довольно широко. И поэтому именно мы увидели, что сейчас самое время, лучшее время для использования уже разработанных технологий, которые уже опробированы. Это программный комплекс аналитик чтения, который позволяет, во-первых, проверять, помогает учителю более экономно, экономить свои силы и время для проверки качества и скорости чтения. Он позволяет учителю хранить результаты диагностики и наблюдать за ростом читательской грамотности учеников. И, кроме того, аналитик чтения содержит базу текстов, с помощью которых учитель может проводить тестирование. И догружать в этот программный комплекс те тексты, которые он дополнительно хочет использовать для и сторонних источников. Поэтому сейчас мы приглашаем к сотрудничеству всех, кому интересно использовать программный комплекс для решения вот этих своих, ну, конечно, не личных, а общих для нашего образования задач. Мы приглашаем, конечно, это более эффективно, когда работает целая команда, школы или библиотеки. Мы заключаем лицензионный договор и поставляем прям доступ к программному комплексу для всей школы или всей библиотеки. Образец договора о сотрудничестве, не лицензионного договора о сотрудничестве есть прямо на нашем сайте. И, кроме того, если сейчас еще, может быть, мы, ну, речь не идет о целой организации, а речь идет об отдельных педагогах и библиотекарях, мы приглашаем вас быть, ну, как бы первыми в своей организации, которые на себе попробуют, как это работает. Что у нас есть для вас? Ну, во-первых, я уже сказала, для тех, кто записывается на курсы, для слушателей курсов, которые работают и системно используют программный комплекс, мы на этот год бесплатно даем регистрационный ключ. И уже участники нашей творческой группы, вот здесь есть ссылочка, чтобы присоединиться в наш телеграм-канал, и участники межрегионального сетевого события «История читательского успеха», они также получают бесплатный пробный период на этот учебный год. Это мы делаем для чего? Для того, чтобы вы попробовали на себе, как это работает, дали обратную связь с рекомендациями, как сделать, чтобы это работало лучше. Дело в том, что программный комплекс – это очень живое, наш программный комплекс, ну, такой очень живой проект. Это солидный проект, который в свое время был поддержан фондом президентских грантов. Его разработка началась еще в 2017 году. В ее разработке этого программного комплекса участвовали одни из самых авторитетных российских психологов, педагогов, методистов, программистов. Здесь, возможно, вы увидите и знакомые лица, ну, например, Наталью Николаевну Сметанику, наверное, многие знают из Русской ассоциации чтения. Вот мы дорабатываем и в настоящее время очень активно работаем над тем, чтобы программный комплекс был удобен учителю. Ну, например, ФИПИ описала уровни читательской грамотности. Мы привели в соответствие наши диагностические материалы в соответствии с требованиями ФИПИ. Просто уровни так переназваны будут в соответствии с тем, как сейчас уже принято в нашей образовательной практике. Ну, вот здесь есть такое красивое, красным написано высказывание. В русскоязычном образовательном пространстве нет аналогичных программ для школ. Вот это правда. Это правда. Ну что, вот так посмотрим поподробнее, о чем идет речь. Вот так выглядит наш сайт. Это одна из... Ну, здесь есть слайдер, и главная страница может менять свой... Вот в слайдере свои картинки. Ну, значит, что заложено? Во-первых, мы исходим из того, что ученик лучше читает те тексты, ну, это научно доказано, которые ему интересны. Поэтому у нас есть, во-первых, тексты для гуманитарные и тексты, естественно, научные. И также мы приспосабливаемся к уровню читательской грамотности ученика. То есть мы знаем, что возраст или класс обучения, да, он не... очень неоднороден. Там внутри этого класса есть дети с разными... с разным уровнем читательской грамотности. Так вот, проверка сложности читабельности текста, она как раз связана с тем, что мы помогаем учителю приспособить текст к возможностям ученика. Ну, как это делается? Это делается вот примерно через этот модуль «Анализ текста на сложность». Мы выбираем класс 1, 4, 5, 7. Мы можем сами вставить нужный текст, чтобы проверить. Можем мы его для своих... для какого... получается, не для всех учеников, а для какого-то уровня ученика проверить. Вот я, например, взяла текст из рассказа Паустовского, скопировала его из книжечки, которую вот Дюк выпускает, и попробовала проверить. Ну, честно сказать, да, можно было не сомневаться, да, этот текст подходит для развивающегося уровня чтения, в основном по слоговое чтение. Работа с текстами этого уровня может повысить технику и качество чтения до развитого уровня. Ну, вот примерно таким образом есть возможность через аналитик чтения проверять, какие тексты... какие тексты лучше рекомендовать. Ну, вот здесь еще один пример. Я уже не буду, наверное, второй пример описывать, но загрузив этот текст в аналитик чтения, вы можете этот текст скачать. Затем он скачивается в формате блокнота. Вы можете этот текст отформатировать и предлагать своим ученикам, своим читателям для того, чтобы дальше использовать его при тестировании. Критерии для определения читательской грамотности. Кроме скорости чтения, да, которая, безусловно, важна, поскольку мы говорим все-таки о читательской грамотности, мы отмечаем количество ошибок, качество, технику чтения, понимание и время. Все это мы делаем с помощью программного комплекса. И сейчас я покажу несколько сценариев использования как раз, сценариев тестирования. Ну, честно скажу, конечно, разработка программного комплекса начиналась вот с такого момента. Один учитель, один ученик при тестировании. Значит, в чем здесь, в принципе, и сейчас в классе, когда мы проверяем технику чтения, примерно так и происходит. То есть учитель приглашает какого-то ученика к своему столу, дает ему текст, да, и там всекает время, тот читает. Значит, что, как этот сценарий может работать с использованием аналитика чтения? Ну, конечно, сначала мы выбираем текст. Я уже сказала, что мы выбираем текст. У нас здесь есть возможность использовать те тексты, которые уже залиты в аналитик. определить количество слов, выбрать, естественно, научные или гуманитарные тексты. Советую прям не игнорировать эту возможность и дать ребенку те тексты, которые, по вашему мнению, ему будут интересны. Он лучше прочитает в этом случае. Дальше мы выбираем уровень чтения. Сразу обращаю внимание, вот эти уровни мы сейчас переименуем в соответствии с теми, буквально в ближайшие 10 дней, с теми уровнями, чтобы они назывались так, как сейчас уже принято у нас. Ну, с 2017 года много меняется, и вот изменится в том числе и номинация этих уровней. Она будет соответствовать тому, как это делает ФИПИ в основной школе. А в начальной школе ФИПИ вообще еще пока ничего не сделала, поэтому у нас там будет, ну, более или менее тоже внятные и понятные номинации. Итак, мы вводим, выбираем текст, вводим фамилию и имя ученика. Ну, вот здесь вот имя тестируемого, фамилия, класс. Это нам нужно, да, для того, чтобы... Вернее, не для того, а потому что результаты эти будут храниться у вас непосредственно в памяти этого программного комплекса, и храниться они будут, можно сказать, вечно, пока этот программный комплекс будет жить. Значит, дальше. Мы распечатываем анкету для того, чтобы во время чтения учитель мог сделать пометки, какое количество ошибок в чтении, в ходе чтения делает ученик. Мы же качество не только скорость оцениваем. И УСНО дает инструкцию, как будет проводиться тестирование. Приглашаем ученика в этом сценарии сесть за компьютер учителя, так, чтобы ему было удобно читать. Дальше. Когда мы начинаем... Вот мы выбрали вот класс, вот текст, вот наша фамилия, имя, вот наша анкета, которую мы вывели. Начинаем тестирование. Вот у нас здесь есть таймер, и мы запускаем... Мы запускаем чтение. При этом сценарии ученик сидит за компьютером учителя и читает текст с экрана. После того, как ученик прочел текст, учитель нажимает кнопку «Стоп». О, прошу прощения. Дальше. Мы проверили скорость чтения. Теперь нужно проверить читательскую грамотность. Поэтому этот текст, который учитель прочитал, который ученик прочитал, мы ему предлагаем в бумажном виде и предлагаем ученику ответить на вопросы к этому тексту. Я обращаю внимание, что вы можете скачать этот текст. Он у вас может быть в формате блокнота и может быть в PDF-формате. Выведен на печать. Но я советую вывести вам в формате блокнота с тем, чтобы вы могли отформатировать в соответствии с возрастом учащихся. Вы же знаете, у нас есть санпины, которые определяют размер шрифта, характер шрифта. Поэтому в соответствии с возрастом учащихся вы можете этот текст отформатировать и вывести на печать. Отмечайте. Да, значит, у вас тоже есть на бумажном носителе. Вот вы отмечаете то, что делает. И нажимаете на стоп после того, как ученик закончил чтение в течение минуты. После того, как вы нажали на кнопку стоп, у вас сохранился аудиофайл этого чтения. Вы зачитываете вопросы, которые есть к этому тексту. Ученик отвечает устно на ваши, на эти вопросы, и вы отмечаете, правильно или неправильно он отвечает на эти вопросы. После... После этого вы заносите... К части текстов эти вопросы уже подготовлены. Вы просто заносите, правильно или неправильно он ответил, и сохраняете эти данные. Таким образом, вы получаете результаты тестирования. Вот, например, вы переходите к результатам, и здесь описывается результат, который именно этот ученик показал. Ну, результат, то есть скорость чтения, количество ошибок, сколько правильных ответов дал на основе ваших уже заключений. Понятно, что в начальной школе автоматически никаких обработок нет. И дальше характеристика этого уровня и рекомендации, что нужно делать ученику для того, чтобы этот уровень развить до более высокого. Вы можете также скачать аудиозапись. Эту, она в любом случае хранится непосредственно в аналитике, но вы можете ее скачать для того, чтобы дать самому ученику дома прослушать, как он читал, родители, чтобы послушали, как он читает на вот тот момент тестирования, который есть. Это вот один сценарий, когда ученик отвечал устно. Естественно, что мы можем использовать вариант, когда ученик также читает с экрана, отвечает письменно. Ну, здесь примерно то же самое. Вы также, как и в предыдущем случае, выбираете текст, выбираете уровень тестируемого. Также распечатываете анкету и рассказываете, как будет проводиться тестирование. Точно так же начинайте тестирование, как и в предыдущем случае. После того, как ученик прочел текст, вы останавливаете таймер, и у нас сохраняется измерение со скоростью чтения. А после этого вы даете, уже не зачитываете ученику вопросы, а вы даете эти вопросы на бумажном носителе. Ученик переходит на свое рабочее место и письменно отвечает на вопросы этого, на этот опросник по этому тексту, естественно. И сдает свои ответы на бумажном носителе. Это, конечно, подходит уже и для учеников начальной школы, и, конечно, для учеников основной школы. После того, как дети ответили вам на вопросы, вы можете также ввести эти ответы онлайн и сохранить. Либо не вводить, либо сохранить это и обработать самостоятельно, если вы сами разработали вопросы. Знакомиться с результатами тестирования и скачать аудиозапись вы можете точно так же, как в предыдущий раз. Практически я сейчас вам описала сценарий, который различается следующим. Либо дети могут, вы можете им задавать вопросы, тогда вы работаете с каждым индивидуально, каждый следующий ждет, пока вы отработаете со своим читателем или со своим учеником. Либо вы можете в программном комплексе только скорость чтения и качество чтения отметить, а вот эту часть смысловую измерения читательской грамотности вы можете отдать на рабочее место ученика, чтобы он письменно, а не устно ответил на ваши вопросы. Ну вот два таких сценария, когда учитель работает один на один с учеником. Ну вот хочу предложить вам для обсуждения, хочу вам для обсуждения еще сценарий тестирования, когда все-таки не один на один с учеником находишься, а целый класс как-то одновременно можно задействовать. Ну вот читать в начальной школе мы предлагаем использовать ассистентов. Кто могут быть этими ассистентами? Это могут быть... Да, я вижу про телеграм, я отвечу просто, чтобы не прерываться. Да, я сейчас не буду отвлекаться. А, все равно отвлеклась. Сейчас сосредоточусь, секундочку. Значит, ассистенты. Кстати, вот ответьте мне в чате на такой вопрос, насколько это реально. Не слишком ли мы в своих фантазиях оторвались от реальности? Я вижу, что ассистентами учителя начальной школы могут быть старшеклассники, причем старшеклассники для первого класса, четвероклассники уже старшеклассники, либо ученики основной школы. Это может быть ассистентом библиотеки, ассистентом может быть коллега, может быть родитель. То есть любой человек, который поможет учителю организовать как раз вот эту часть, связанную с диагностикой того, как ученик понимает текст. Да, итак, мой вопрос для чата. Насколько реален этот сценарий с ассистентами? Что у нас здесь? Вы уже, я повторяю, практически третий раз, и в принципе, если бы мы сейчас имели возможность непосредственно общения, уже некоторые из вас могли бы даже уже сами рассказать, как начинается тестирование. Мы начинаем с выбора текста, с выбора содержания текста, если научный или гуманитарный, с уровня чтения, с которого ученик начинает, по нашему мнению, сейчас работать. Еще раз посмотрите, то есть как бы ни назывались эти уровни, суть заключается в том, что в одном и том же классе могут быть там, в одном и том же первом классе, в одном и том же третьем классе могут быть дети с разного уровня читательских компетенций. Поэтому не надо надевать на... То есть мы предлагаем не надевать на детей выросших маленькие штанишки и на детей еще не доросших слишком большие штанишки. Подберите тот уровень, который именно для этого ребенка подходит. И начинаем, да, скачиваем этот... Вводим имя тестируемого, скачиваем текст, распечатываем анкету по количеству учеников класса. Получается вот эта анкета для учителя с вопросами. Она уже получается не для учителя, а для ассистента. И в эту анкету ассистент будет вносить ответы учащихся. Поэтому по количеству учеников класса нам нужно столько экземпляров этой анкеты. Подредактируйте ее, поскольку она скачивается в урдовском файле. Уберите то, что не нужно видеть ученику. Оформите так, как в соответствии с возрастом учащихся. То есть выберите шрифты, размер шрифтов в соответствии с возрастом учащихся. И расскажите ученикам, как будет проходить тестирование. Осно даем инструкцию. А дальше ученики. По одному подходят к учителю. Каждый получает текст и вопросы к нему на бумажном носителе. Учитель начинает тестирование первого ученика. Ассистент в это время делает отметки по количеству ошибок, которые он делает при чтении. А ученик сидит за компьютером и читает текст бумажного носителя. Почему ученик все время у нас сидит за компьютером учителя? Поясню. Дело в том, что вот эта программная часть, которая связана с записью, аудиозаписью чтения и затем анализом этой аудиозаписи, она находится условно говоря, на компьютере учителя. То есть в том месте, где открыт сайт аналитик чтения. Поэтому этот компьютер учителя нам нужен постольку, поскольку именно с микрофона учительского компьютера идет аудиозапись. Значит, после того, как вот этот первый ученик закончил чтение, учитель нажимает кнопку стоп и ученик вместе с ассистентом уходит от учительского компьютера. Они отправляются на рабочее место ученика и ученик устно отвечает на вопрос ассистента. А ассистент оценивает понимание в баллах. Вот у него же есть анкета по количеству для родителей. Да, получается, вот, Людмила, спасибо, что вы ответили. Людмила, получается, в вашем случае, да, какой формат? Кто может быть здесь ассистентом? Получается, если библиотекарь ведет уроки, доп. часов у нас нету, то тогда ответьте мне на такой вопрос. А реально ли привлечь к этому, к этой работе учеников? Ну, что это за ученики? Ну, почему я и спрашиваю, реально или нет? только из своего класса. Тогда давай, хорошо. Тогда вот сейчас я прошу вас, Людмила, спасибо, что вы подключились, оценить эту работу, оценить, есть ли в вашем классе ученики, которые могут оценить понимание прочитанного. то есть и там тогда им нужно давать варианты правильных ответов, наверное, судя по всему, к этому тексту, да? Вот надо подумать, насколько этот вариант сработает и даже, может быть, проверить, потому что одно дело поразмышлять над этим, другое дело просто реально попробовать. Давайте попробуем. Итак, значит, получается, что делает ассистент? Он зачитывает вопросы и заносит, слышит, как отвечает и заносит ответы. Вернее, не сами ответы, а оценивает, то есть баллы заносит. А в то время, а поскольку этот ученик с ассистентом уже ушли от компьютера учителя, он может начать тестирование следующего ученика. То есть он снова, следующий ученик подходит, снова отмечает, да, снова ассистент подходит к нему вместе с ним, снова ученик читает текст и после чтения они снова вместе с ассистентом удаляются. Получается, где-то двух ассистентов, ну, может быть, трех ассистентов достаточно иметь, потому что к тому времени, как второй ученик прочитает, нет, первый еще не ответит на вопросы, не будем его торопить. Значит, все-таки где-то около трех ассистентов нужно, если мы хотим, получается, быстро со всем классом отработать. Где-то так получается. Где-то трех ассистентов. То есть, пока у меня первому ассистенту первый ученик отвечает, второму ассистенту второй ученик отвечает, да? У меня начинает работать третий ученик, а к этому времени первый ассистент, наверное, уже освобождается. Короче, коллеги, давайте этот сценарий проверим на практике. Проверим, насколько он работает. И сделаем отзыв на этот сценарий. Ну, вот, мы отмечаем. А дальше все, как и в прежних сценариях. Мы сохраняем результаты и точно так же эти результаты хранятся и в базе аналитика чтения, и для вас есть доступ, у вас просто есть, у вас есть просто место на портале, где вы видите результаты всех тестирований, всех классов, всех учеников. И вы можете скачивать эти результаты и дальше уже анализировать, то есть сколько у вас, какого уровня учеников, а дальше уже представлять результаты своей работы. Возможно, эти результаты достойны высокой категории, вы можете выступать с этими результатами на каких-то форумах учительских, когда вы будете делиться опытом, как вы формируете читательскую грамотность своих учеников. То есть вы видите, что аналитик чтения дает вам тексты, заранее распределенные по разным уровням, дает программный комплекс, которым позволяет тестировать частью автоматически, а частью просто все, что связано со смыслом, оно связано с человеком, поэтому смыслы все-таки оценивает человека не машина и хранить. Хранить с тем, чтобы анализировать, вырабатывать какие-то методические приемы, представлять результаты своей работы, причем аудиозаписи того, как дети читают, может хранить не только учитель, но и сам ученик его родители. не только на память, типа, как я читал в прошлом году, но и для того, чтобы услышать себя со стороны, обязательно отметить, что у нас получается, в первую очередь, что получается, и обязательно зафиксировать, какой будет мой следующий шаг, чему я хочу научиться, что мне нужно улучшить. И этот шаг фиксирует не только учитель, чему мне нужно научить этого ученика, этот шаг фиксирует сам ученик и его родители. Именно благодаря тому, что у них есть аудиозапись. Потом пройдет следующее тестирование, у них появится вторая аудиозапись, и они смогут уже увидеть, а что улучшилось, где мы были молодцы, и что нам нужно сделать, чтобы продвинуться вперед. Вот именно использовать эту возможность мы предлагаем как раз включившись вместе, понимаете, поэтому мы придумали вот такое межрегиональное сетевое событие истории читательского успеха, где практически мы хотим сделать так, чтобы вот это продвижение, которое сделал каждый ребенок вместе, вот это движение вперед, что он стал делать лучше, чем он делал вчера, было целым событием, то есть тем, что мотивирует ребенка к развитию своих читательских возможностей, компетенции, потому что чтобы вот это продвижение в чтении стало историей читательского успеха, вот в этом и суть нашего события, если мы это сделаем, а публикация это форма представления своего успеха, поэтому мы предлагаем следующее, включиться, зарегистрироваться, стать участником нашего межрегионального сетевого события, и протестировать своих учеников, выбрать одного, двух, ну как получится, где вы увидите, что вот красиво получилось, и историю вот этого продвижения ребенка зафиксировать в тексте, зафиксировать в каком-то в публикации этой истории у себя, там, в той, там, в соцсетях, которые вы ведете, в каких-то других форумах опубликовать, то есть сделать этот успех достоянием достоянием других людей, зафиксировать его, чтобы он был зафиксирован не только там в семье или во внутреннем плане у самого ученика, но сделать его общим достоянием, сделать его мотивирующим других детей, других родителей, поэтому мы предлагаем библиотекарям, учителям, которые работают, вот, мне кажется, лучше всего это подходит для детей восьми-двенадцати лет, подключиться к этому сетевому событию, у нас, у нас в нашем чате, в телеграм-канале, вы можете, вы найдете ссылку для регистрации на это сетевое событие, и, ну, я вижу по фамилиям, да, вот, спасибо, Татьяна, вы прям хорошо, быстро отреагировали, вот, ссылочка на телеграм-канал, где мы собираемся, и заодно я сейчас отвечу, нет ли других каналов, коллеги, пока нету, то есть, мы толпимся все в телеграме, и те, кто работают сейчас в творческой группе, те, и участники вот как раз межрегионального сетевого события, вот в этом канале, ссылочка на которую сейчас Татьяна дала, и даже в другом канале, но тоже телеграм-канале, мы приглашаем туда тех, кто хотел бы вот целостно пройти целый курс, если у вас есть предложение, как это можно сделать еще, ну, предлагайте, я пока, пока вот у нас такой формат, это я уже отвечаю на вопрос Людмилы Селезневой. Людмила, куда у вас делся доступ к телеграму? Может быть, может быть, вы найдете этот доступ, что у вас где-то блокируется телеграм? Есть, что-то, нет, может быть, давайте, Людмила, нет, нет, можно с компьютера, хотя, Татьяна, поправьте меня, если я не ошибаюсь, ну, телеграм-веб, он существует, веб-телеграм существует, может быть, я что-то неправильно понимаю, но поправьте меня, если я неправильно поняла, ну, и сразу скажу, что даже у нас сейчас в нашей группе есть люди, которые уже зарегистрировались, которые уже начали работу, по поводу телеграм-канала, прошу прощения, Ирина Владимировна, Людмила, с компьютера можно, вопрос, нет, 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 есть веб-версия, можно найти, установка веб-версии телеграма, прямо в поисковике, задайте, через сайт телеграма устанавливается веб-версия на компьютер, единственное, что могут быть ограничения на использование мессенджеров, если вы, например, с рабочего компьютера хотите установить себе телеграм, он может этого не давать сделать, но это всегда можно сделать, например, с домашнего компьютера и присоединиться в группе. Веб-версия существует, у меня стоит и на компьютере, и на смартфоне, поэтому нужно просто через поисковик найти установку веб-версии телеграма, и он ее нормально устанавливает на компьютер или на ноутбук. запрет может быть только на корпоративные компьютеры, но тогда просто с домашнего или с ноутбука. Да, спасибо, Татьяна. Да, очень вовремя вы подключились и подтвердите участники этого сетевого события, что вы уже получили сертификат участника этого сетевого события, что вы получили сертификаты, вернее, сертификаты организатора, вы получили сертификаты участника, которые вы можете выдать всем детям, которые пройдут тестирование у вас через аналитик чтения, и они поймут, что они не просто сейчас прочитали что-то перед экраном компьютера, они участники целого большого межрегионального сетевого события. И их успех для меня лично и для всех участников, совершенно незнакомых ему людей, но он очень важен. Его успех, его продвижение в чтении очень важно для всех нас, даже если он, мы лично незнакомы. Вы видите календарь, видите, что в сентябре и октябре мы предлагаем провести тестирование. После того, как вы провели тестирование, вы как раз, ну вот советую для учащихся с низким и высоким уровнем отдельной траектории выстроить, то есть дать просто рекомендации с помощью аналитика, что нужно делать дальше, как нужно работать, и сразу уже дети знают, что следующее тестирование будет в декабре, в январе. Мы снова к этому вернемся. Вот. И мы, и мы, и сам этот ребенок, участник нашего сетевого события, снова получит аудиозапись второго тестирования, и он сможет сам прослушать и увидеть, как он продвинулся. Затем вы уже к тому, когда вот в декабре и в январе вы услышите, вы увидите вот этих кандидатов на истории читательского успеха. Вы ему сами удивитесь. Это, возможно, дети, от которых вы даже не ожидали такого продвижения, и у вас будет о чем рассказать. Затем вот третье тестирование уже подтвердит, как работали ваши вот эти рекомендации по индивидуальному продвижению, и вы размещаете как раз вот эти истории у себя под хэштегом «Аналитик чтения в апреле-майе». Каждый ученик, историю которого вы рассказали, получит благодарность, и вы получите благодарность за успехи формирования читательской грамотности. И мы вместе, уже взрослые, конечно, без учеников, встретимся в мае на вот этом общем таком форуме, где мы расскажем, какие истории интересные о продвижении учеников у нас в этом году были. И, конечно, уж не мне вам говорить, вы это сможете использовать для своего личного продвижения, профессионального и при аттестации. И вы сможете показать, как вы используете программные комплексы отечественные, как вы владеете информационными технологиями на семинарах, на конференциях, которые проводятся у вас там в школе, в регионе. У вас будет отличный материал для представления собственного педагогического опыта. Поэтому мы ждем вас на этом межрегиональном сетевом событии. Если у вас возникли вопросы, мы всегда на связи с вами в телеграм-канале. Мы всегда на связи с вами, с администрацией ваших школ и библиотеки. Если вы рассказали об этом комплексе и убедились, что это нужно не для вас лично, а нужно для целой школьной команды или для коллектива библиотеки, пожалуйста, мы готовы к обсуждению. И в целом я сейчас, у меня есть прямо несколько минуточек ответить на ваши вопросы. Да, получили сертификаты. Знаете что, Лариса Коновалова, если у вас, вот вы выведите эти сертификаты на печать, я имею в виду для учеников, сделайте фотографии учеников с этими сертификатами участника сетевого события. Разместите эти фотографии там, где вы обычно размещаете историю жизни своих классов и нам перешлите в телеграм-канал. Нам будет приятно увидеть детей с сертификатами участника большого сетевого события. Так, сертификаты есть кого? Лидия, где вы? Лидия, я что-то не помню. Я действительно вам не отправляла сертификаты по одной простой причине. Я не вижу вас в числе зарегистрировавшихся на это сетевое событие. Поэтому у вас, Лидии, нет сертификатов. Значит, я сейчас еще раз, ну, чтобы не искать в телеграм-канале. Так, наверное, мне нужно было подготовить ссылку для регистрации, ссылку для регистрации, чтобы Татьяна могла на регистрации на сетевое событие, чтобы Татьяна могла здесь сделать. Но вы знаете, прошу прощения, я бы не предусмотрела этот вариант. Надо было это сделать. Поэтому, получается, я вас вынуждаю присоединяться к нашему телеграм-каналу. Там у нас все есть. Еще вопросы? Вопросов пока нету. И время наше истекло сейчас по моим часам 13.00. До связи, коллеги. Желаю вам радостных наблюдений за своими учениками. Чтобы они вас радовали. Чтобы вас радовали ваши читатели-библиотекари. А мы... Так, планируете ли вы разработку? Так, Татьяна, вы знаете, без вас мы, судя по всему, не разработаем. У нас есть специалисты даже, но нам нужны эксперты. То есть люди, которые проверяют, как это делается. Причем, какие умственные отсталости? Татьяна, наверное, судя по всему, мы это сделаем... В общем, ответ такой. Планируем. Но для того, чтобы планы реализовались, нам нужна творческая группа педагогов, в которой это будет апробировать. Вот такой ответ. Еще вопросы? Ну что, коллеги, давайте тогда прощаться, Татьяна. Время наше истекло. Спасибо. До встречи на следующем вебинаре, где мы уже подробно обсудим как раз сетевое событие истории читательского успеха. И записывайтесь на наши курсы.